Остров Смерти В 1942 году на Гудуал-Канал пришла мировая война. Мы не знали, чего ожидать. Мы не знали, что нас ждет и что будет дальше. За шесть месяцев ожесточенных боев погибли десятки тысяч человек. В условиях подобной жестокости ты возвращаешься к почти первобытному существованию, которое неприемлемо и немыслимо для любого здравомыслящего человека. Каждый из них получил душевную травму от того, что он видел и чувствовал. Я посмотрел на него, а он на меня. Он улыбнулся мне и умер. Я еще никому этого никому этого не рассказывал. На протяжении 50 лет битва за Гудуал-Канал жила только в их памяти. До тех пор, пока Роберт Баллард, ученый, нашедший останки Титаника и Бисмарка, не обнаружил обширные кладбища кораблей, невидимые, нетронутые на дне океана. Я видел много полей сражений на суше. Там нет ни орудий, ни танков. А корабли остались, застыв во времени на боевом посту. Они похожи на корабли-призраки в полной боевой готовности, как будто бой все еще продолжается. Затерянный флот Гуадал-Канала. Специальный выпуск Национального географического общества. В 1992 году Боб Баллард на исследовательском судне Лейни-Чайст отправился на Гудуал-Канал в экспедицию, организованную совместно с Национальным географическим обществом и военно-морским флотом Соединенных Штатов. Баллард надеялся исследовать несколько крупных кораблей, погибших в бою. В хаосе войны никто точно не записал, где они затонули. Его задача – собрать воедино обломки прошлого. Целью Балларда был далекий вулканический остров в цепи Соломоновых островов в южной части Тихого океана. Его интересовал пролив к северу от Гуадал-Канала, который теперь называется проливом Айрон-Ботом. В мире нет второго такого места, как пролив Айрон-Ботом, где за одну военную кампанию затонуло столько кораблей. На дне пролива лежит не один корабль, а пятьдесят. Все готовы? Погружение – это как посещение огромного подводного музея. Мы имеем возможность побывать на поле боя, который ждет нас спустя пятьдесят лет. Установить связь с прошлым надеялся не только Баллард. Участники войны вернулись на Гуадал-Канал в пятидесятилетнюю годовщину битвы, чтобы вспомнить те шесть месяцев войны. Лейтенант Стив Рейни. Сью Мордок. Очень приятно. Какой корабль? Атланта. Хорошо. Мы привезли ветеранов с обеих сторон, американцев и японцев. Пятьдесят лет назад они пытались убить друг друга, а сегодня они здесь вместе. И мы надеемся воссоединить этих людей с их кораблями. Я оставил нож на борту Атланты. Я смогу спуститься вниз? Я точно знаю, где он. Если глубина всего несколько километров, то мы его найдем. Для исследований пролива военной предоставили Балларду дорогостоящую, но немного капризную коллекцию высокотехнологичного оборудования. «Скорпион» — глубоководный аппарат с дистанционным управлением, способный посылать на поверхность видеоизображения. И «Сиклиф» — подводная лодка с экипажем из трех человек. У Балларда всего 18 дней, чтобы осмотреть и сфотографировать корабли, если все пойдет по плану. Мы возлагаем большие надежды на эту экспедицию. Военные предоставили нам оборудование, и они рассчитывают, что мы найдем корабли. И ветераны, приехавшие с разных концов земли, тоже рассчитывают увидеть свои корабли. Это большая ответственность и огромное испытание. Война в Тихом океане началась в декабре 1941 года, когда японские бомбардировщики атаковали американскую базу в Перм-Харбор. За несколько месяцев японцы промчались по всему Тихому океану, и союзники потерпели ряд унизительных поражений. Британский гарнизон в Сингапуре, втрое превосходивший численностью армию японцев, пал под ее натиском. В феврале японские самолеты разгромили порт на севере Австралии. На острове Батан 76 тысяч союзников сдались в плен. Даже император Хирохито заметил, плоды войны падают в наши рты слишком быстро. Через восемь месяцев войны японцы оккупировали территорию в 32 миллиона квадратных километров, то есть в пять раз больше, чем нацистская Германия. В Америке была объявлена срочная мобилизация. Мы с моим другом Генри Дракхолстом решили записаться в морскую пехоту, потому что все знали, что флот будет сражаться первым. Так и вышло. 18-летний Харри Хорсман покинул родной городок Сомервиль и отправился на войну за 13 тысяч километров от дома. Мы уехали в начале июня. Мой полк отправили поездом. И как выяснилось, это был поезд Пулмана, в котором были вагоны-рестораны. Так что мы отправились на войну в роскоши. Большинство из нас никогда не выезжало за границей своего штата. Я был настоящим путешественником. Я побывал в Вермонте и Нью-Гэмпшире, хотя сам был родом из Массачусетса. Летом 1942 года десятки кораблей с тысячами матросов на всех парах шли по Тихому океану, чтобы остановить наступление японцев. Берт Даутти из Окленда, штат Калифорния, был стрелком на эскадренном миноносце Монсон. На маленьком корабле большая дружба. Там маленький экипаж, офицеры и матросы находятся вместе. Все друг друга знают и становятся близкими друзьями. Мы были настоящими друзьями. Тогда мы были полны энтузиазма. У нас была отвага, и мы были готовы завоевать весь мир. Морской пехотинец Гарри Хорсман плыл на борту транспортного судна. Жизнь на транспортном судне не сахар. Тебе приходится все время прокладывать себе дорогу в тесноте. Корабль переполнен, многие больны дизентерией. У кого-то был проигрыватель и только одна пластинка. Там были Черри Олд Бин и подполковник Венера. Всю дорогу, пока мы плыли по Тихому океану, мы слушали только эти две песни. Морскими пехотинцами командовал генерал Арчибалд Вандергрифт, урожденец Вирджинии, полный решимости и оптимизма. В июле разведка сообщила, японцы строят взлетно-посадочную полосу на острове Гуадалканал. Когда она будет закончена, Австралия окажется в пределах досягаемости японцев. 6 августа японские рабочие установили сигнальные огни вдоль почти законченной полосы и пили саке, отмечая это событие. А в нескольких милях от берега уже находился флот Вандергрифта, готовясь провести первое американское нападение в этой войне. На следующее утро, 7 августа 1942 года, корабли союзников начали обстреливать берег Гуадалканала. Сам остров не был нужен ни одной из сторон. Для японцев Гуадалканал был просто еще одним шагом на юг, но союзники не дали им сделать этот шаг. Гарри Хорсман и один из тысяч морских пехотинцев высадились на берег, чтобы начать сражение на острове, не имевшим никакого значения. Мы очень обрадовались, что никто в нас не стрелял, когда мы вышли на берег. Где же враг? Высадка прошла успешно. Японские рабочие, строившие полосу, убежали в горы, и пехотинцы выгружали свои грузы в относительном спокойствии. Американцы оккупировали лишь небольшую часть острова, но это была самая важная часть. Там находилась недостроенная взлетно-посадочная полоса. Вандергрифт писал домой, мы заняли место, которое собирались занять. Битва окончена. Но битва была еще не окончена. Она продлится еще целых шесть месяцев. 50 лет спустя Боб Баллард начал исследовать пролив Айронботом на борту исследовательского судна Лейни Чойст. Движемся дальше. Будем внимательны. Ничего нет. Ничего. Стоп. Увеличьте. С помощью Сонара Баллард рассчитывал установить местонахождение многих кораблей, затонувших в проливе Айронботом. Тебе кажется, что найти корабли будет легко, но это не так. Когда корабли тонули, никто не записывал точные координаты. Когда читаешь судовые журналы, где написано о бомбежках, пожарах, сложно понять, куда они могли направить свои корабли. Потому что их нет, куда они собирались плыть. Куда они подевались? У нас кое-что есть. Опять геология. Вот. Это должно быть что-то большое. Это корабль, смотрите. Какова его длина? 170 метров. Это может быть эсминец. Большой корабль. Баллард обнаружил один из кораблей. Возможно, японский эсминец. Похоже, мы нашли его. Думаю, это он. Скажи всем, что мы нашли его. Это он. Смотрите, смотрите. Давайте приблизимся. Но радость Балларда была недолгой. Разрядились батареи подводной лодки и Сиклиф, и вдобавок сгорел блок питания аппарата Скорпион. Экспедиция неожиданно уперлась в стену. Трансформатор перегорел. У нас нет запасного? Нет. На борту запчастение. Давай посмотрим. Ему конец. Так, это серьезно. Мы нашли линейный корабль, но не можем его снять. Несмотря на все усилия команде, не удалось починить оборудование. Балларду оставалось только ждать и надеяться, что запчасти доставят быстро. Пятьдесят лет назад пехотинцы на Гуадалканале спешили закончить взлетно-посадочную полосу, которую назвали аэродромом Хендерсона. Когда он будет закончен, он обеспечит союзникам важное стратегическое укрепление в Тихом океане. На японской базе в Робауле, в тысячи километрах от острова, выставки американцев не придавали большого значения. Адмирал Ямамото, командующий японским флотом, рассчитывал смести пехотинцев с острова одним взмахом бронированного кулака. Он немедленно приказал начать решительную контратаку с моря и воздуха на корабли союзников. Следующие 36 часов принесли одно из самых унизительных поражений в истории американского флота. Его нанес блестящий адмирал Гуни Чимикава, использовав многочисленные ошибки союзников. Они начались сразу. Австралийский пилот-разведчик заметил японский флот, но послал сообщение лишь через 8 часов. Один американский адмирал вывел из зоны авианосцы. Второй адмирал предположил, что японцы будут атаковать только с воздуха. Третий поплыл им навстречу. В то время как Микава, никем не замеченный, готовился к ночной атаке. Карата Ёшии пришел на флот в 17 лет. Теперь он управлял прожекторами на флагмане Микавы Чокай. За ужином мы сильно нервничали, потому что знали, что скоро встретимся с противником. Мне не было страшно, но напряжение лишило меня аппетита. Я был командиром дивизиона и не хотел заставлять молодых моряков нервничать еще больше. Поэтому я все съел. Командующий войсками союзников допустил ошибку, разделив свои силы на две части к востоку от соседнего острова Саву. Микава подкадывался все ближе и ближе к южной группе, пройдя незамеченным мимо американского дозорного корабля. Все заняли боевые позиции. Единственный звук, который мы слышали, это шум винтов кораблей. В час тридцать восемь пополудни Микава начал обстреливать торпедами корабли, которые по-прежнему не подозревали о его присутствии. Небо было красным, желтым и голубым. Был самый разгар боя, но я подумал, как красиво. Через 4 минуты австралийский крейсер Канбера получил 24 прямых попадания, вызовавших сильнейший пожар на корабле. Берт Уорн был на 4 уровня ниже в ватерлинии, когда повалил дым. неожиданно все стало отключаться. Выключил все свет, двигатели потеряли обороты, а потом все остановилось. Нам пришлось на ощупь пробираться по темному кораблю. мы мечтали лишь о глотке свежего воздуха. В голове была только одна мысль возможность дышать. Не просто выжить, дышать. Уорн наконец выбрался на свежий воздух и увидел, что палуба усеяна убитыми и ранеными. За 7 минут Микав уничтожил три крейсера Южной группы. Теперь он повернул в сторону северной группы, находившейся в 8 километрах. Как ни удивительно, о присутствии японцев по-прежнему никто не знал. Капитаны и большинство членов экипажей всех трех американских крейсеров мирно спали. Старшина Леонард Джослин был своей койке на борту военного корабля Куинси. Когда прозвучал сигнал тревоги, я вскочил с койки, оделся и помчался наверх на сигнальный мостик. И вдруг в нас полетели снаряды, которые попали в носовую часть корабля. Другая очередь угодила в корму. Мы видели, как они летят. Они были похожи на красные фонарики, летящие на нас. И мне казалось, что все они летят прямо в меня. Куинси каким-то образом удалось открыть ответный огонь по Чокай. Но вскоре он был подавлен яростной бомбардировкой японцев. Я скомандовал всем на пол. Когда мы легли, один из офицеров вышел из Лоцманской на другом конце корабля и сказал, будем мужчинами, а не мышами. Я подумал, что очень хотел бы стать мышей. А он больше ничего не сказал, потому что в него попал снаряд. Вскоре все три крейсера северной группы были превращены в горящие факелы. Теперь Микава контролировал положение. Рядом находились 22 беззащитных американских транспортных судна, наполовину груженные провизией и боеприпасами, в которых отчаянно нуждались пехотинцы на Гуадалканале. Микава мог закончить всю кампанию, уничтожив конвои, но он не доделал работу. Убежденный в своей победе, он отправился домой. В эту ночь после стольких ошибок союзников решающую ошибку допустили японцы. И все же битва у острова Сава закончилась одним из самых сокрушительных поражений в истории американского флота. Меньше чем за 40 минут Микава потопил 4 из 5 крейсеров союзников, подбил пятый, погибло более тысячи матросов. Через 50 лет после битвы у острова Сава Боб Баллард вернулся на место поражения союзников. После почти недельных поисков запчастей можно было наконец продолжить экспедицию. В полудне оба глубоководных аппарата были готовы к спуску. Баллард и два его помощника спустились первыми в военной субмарине Сиклиф. Говорит Сиклиф прошу разрешить погружение. Прием. Сиклиф вас слышу. Разрешаю погружение. Говорит Сиклиф клапаны открыты. Клапаны открыты. Через 20 минут после погружения Сиклифа команда спускает управляемые аппарат Скорпион. Аппарат в воде. Включаю гидравлику. Скорпион дает свет необходимый Сиклифу для съемок под водой. Его камеры посылают видеоизображение на борт лейней часть, откуда операторы управляют аппаратом. Высота 3,7,0. Уклон 63 градуса. Когда погружаешься, ты отправляешься в неведомое, что мы там найдем? Что это будет? Баллард ищет Куинси, первый корабль, затонувший в проливе Айронботом. Сообщаю координаты. Курс 2,7,0 500 метров. Видим обломки. Ты чувствуешь, когда ты уже близко. Ты идешь по следу обломков, которые приводят прямо к кораблю. Баллард нашел корабль. Без сомнения, это был Куинси. Куинси. Мы приближаемся к капитанскому мостику. Давай опустимся чуть ниже. Скорпион в хорошей позиции, видно на его огни. Видите отверстие прямо над мостиком? В мостик попало много снарядов. Один, два, три, четыре, пять снарядов. Вряд ли кто-нибудь выжил. Невероятно. Когда ты видишь корабль в первый раз, то думаешь о тех, кто был на борту. Корабль становится особенным, он становится живым и навевает воспоминания. На нем были люди, молодые люди. Многие из тех, кто погиб здесь, были совсем еще детьми. подумайте об этом. на Куинсе погибло 389 человек. Одним из выживших был Леонард Джослин. Спустя много лет меня мучают по ночам кошмары. Я вижу корабль, входящий в порт. Я вижу, как матросы машут руками. Я вижу сигнальный мостик. Я знаю, что должен быть на борту, но корабль просто исчезает. Я пытаюсь поймать его в другом порту, но происходит то же самое. Я вижу, как мне машут сигнального мостика. я знаю, что должен быть там, но корабль уходит без меня. Потом сон заканчивается. Много раз, через столько лет, мне снился этот корабль и матросы. Матросы. На шестой день экспедиции Баллард обнаружил пять кораблей. Так, что у нас тут? Участник сражения Берт Уорн присоединился к экипажу, когда Скорпион приблизился к его боевому кораблю Канбера. Что это? Это нос. Очень волнительно наблюдать за выражением лица ветерана, когда он снова видит свой корабль. Это как окно во времени. Впервые я увидел Канберу из ботанического сада в Сиднее. Он был похож на белую даму, очень красивую. И поскольку корабль назывался Канбера, в честь столицы, австралийцы считали, что он представляет Австралию. Они особенно любили этот корабль. Более того, на его борту была отличная команда, и когда матросы сходили на берег, то не устраивали никаких бесчинств. Вперед на три метра. Хотите попробовать? Если хотите, я уступлю вам стул. Я думаю, у вас более твердая рука, чем у меня. Он будет сидеть рядом с вами. Попробуйте. Хорошо. Давайте попробуем. Подвиньтесь поближе. Вот этой ручкой перемещаете аппарат. Вверх и вниз. рычаг на себя, аппарат опускается. От себя аппарат поднимается. Здесь я находился в последние часы. Я бы хотел приблизиться к рудейной башне. Где-то здесь, у края палубы. Рычаг на себя. На себя, на себя. Еще немного на себя. увидев на экране корабль, каким он стал, я вспомнил тех, кого мы оставили на нем, кого не смогли спасти. Они были ранены и не могли двигаться. Я все время думал о них, о том, что случилось с ними, когда мы их бросили. И их бросили. У меня были смешанные чувства, когда я увидел Камберру. на фоне песка она выглядела довольно красиво среди зеленых водорослей и белых и желтых кораллов. Она была похожа на красивую даму, окруженную букетами. Это было здорово. 50 лет тому назад над моряками на Гуадалкан или нависла катастрофа. Они контролировали лишь небольшой участок земли на крупном острове. Японцы господствовали на море, отрезав пути поставки продовольствия. Продовольствие, которое было так необходимо пехотинцам. Не хватало продовольствия, не хватало запасов. Всего не хватало, кроме дождя, гнуса, малярии, дезинтерии. Мы сражались не только с врагом, но и со всем этим. На завтрак была жидкая каша, а на ужин рис. Носки и нижнее белье были далеким воспоминанием. Количество больных малярии исчислялось тысячами. Больные, голодные, измученные пехотинцы ждали гибели. Генерал Вандер Грифт писал, день за днем я смотрел, как мои матросы угасают прямо на глазах. Несмотря на блестящую победу у острова Сава, японцы не смогли выжить пехотинцев с Гуадалканала. В ноябре 1942 года японцы отправили к острову мощную флотилию. Она насчитывала 60 кораблей. Они планировали разбомбить аэродром Хендерсона. 11 транспортных судов должны были привезти на остров 7000 солдат. Японский командующий писал, предстоящее морское сражение это развилка на дороге ведущей к победе. Либо нас, либо их. Мечихару Шиньи из Токио записался на флот лишь потому, что это было обязательно для каждого молодого японца. Сюарт Мордок из Индианы мечтал стать морским пехотинцем давно. Эти два молодых человека из разных миров встретились в бою. Мы знали, что японцы нападут этой ночью. У нас были надежные данные разведки. Я помню, с острова доносился цветочный запах, аромат тропических цветов. Я не чувствовал, что мне предстоит сражаться. Техническая новинка под названием радар давала союзникам преимущество в теории. Однако американский командующий не доверял новомодному прибору. Он знал, где находятся японские корабли, но открыл огонь не сразу, а лишь через долгих восемь минут. Корабли, которые могли поражать цели с расстояния в двадцать километров, приблизились друг к другу на восемь, затем на три километра, на один, и того меньше. Неожиданно я увидел цепь американских крейсеров прямо перед нами. Мы включили прожекторы. Неожиданно прожектор осветил Атланту. Я очень хорошо помню этот луч, направленный на нас и прожигающий насквозь. Это было удивительно. Я видел, как головные орудия Атланты быстро выдвинулись и открыли огонь. Через несколько минут 13 американских и 14 японских кораблей уже вели практически беспорядочную стрельбу. Одним из стрелявших был Берр Даути, служивший на Монсене. Мы стреляли по всему, что движется. Мы попадали в наши собственные корабли. Японцы тоже. Мы стреляли по японцам, а не по нам. Это был кромешный ад. Корабли противников были так близко, что матросы стреляли друг в друга из автоматов. Атланта Мордока была разворочена батарейными залпами с другого американского корабля. Все люди на мостике, включая Мордока, были ранены. Я видел, как ко мне идет адмирал Скотт. Он сделал последний шаг и упал. Он умер прямо на месте. Корабль Акацуки, на котором служил Шинья, подвергся ураганному огню с пяти кораблей, включая поврежденный Атланту. Все части корабля зашатались и задрожали. Затем корабль начал тонуть и всем нам пришлось прыгать в море. Капитан Монсона, на котором служил Берр Даути, решил, что его обстреливают свои. Эсминец включил опознавательные огни и тут же был подбит. Раздался страшный грохот и все. Я был ранен и выключился. Я пролежал без сознания всю ночь. Я оставался. на корабле. Всего в нескольких километрах от него Стюарт Мордок метался на мостике Атланты. Вокруг него взрывались снаряды. Мордок в панике бросился вниз через перила мостика с высоты 6 метров. Я полетел вниз и упал на кучу мертвых тел в огневых позиции. Я услышал звук ломающихся костей или чего-то в этом роде. это было очень неприятное чувство. Дальше я ничего не помню. На рассвете семь поврежденных кораблей плавали по безмятежной глади пролива Айронботом в огне и дыму. Одним из них был тонущий Монсон, на котором все еще без сознания лежал Даути с осколочным ранением в голову. Как ни странно помогли акулы. Трое друзей Даути сумели покинуть корабль, но испугавшись акул вернулись на тонущий измениц. Они увидели, что кто-то шевелится. Это был я. Они сказали «Господи, это же малыш Берт». Они назвали меня «Малыш Берт». Так я остался жив. Пока приятели Даути спасали его, оставшиеся в живых японские матросы плавали в воде пролива Айронботом. Одним из них был Мичихару Шинья. Много часов прошло, и море, и небо постепенно начали светлеть. На востоке я увидел маленькую американскую шлюпку, которая медленно приближалась ко мне. Они пытались меня спасти, но я пробормотал по-английски «Спасибо, не надо». Когда вы барахтаетесь в океане, вы уже не свободны, поэтому в конце концов я сдался. Для нас попасть в плен было большим позором, гораздо хуже смерти. к полудню лодки доставили на берег раненых американцев, включая Стюарта Мордека. Помню, как мы лежали на носилках. Рядом со мной лежал матрос с очень серьезным ранением. Это было видно. Я посмотрел на него, а он на меня. он улыбнулся мне, улыбнулся и умер. Я никому этого раньше не рассказывал. Я всегда буду помнить эту улыбку. Обеим сторонам сражение обошлось очень дорого. Американцы потеряли два крейсера, семь эсминцев и более 1700 человек. Имперский флот потерял два линкора, один крейсер, три эсминца и почти 1900 человек. Ничья. Однако на следующий день эта ничья превратилась в полную победу американцев. Бомбардировщики потопили семь японских транспортных судов, перекрыв дорогу подкреплению, разбив надежды японцев на повторное взятие острова и лишив их последней возможности удержать юг Тихого океана. через 50 лет после решающей битвы те, кто сражался друг против друга, встретились снова на борту улей нечаясь. Ваш корабль первым включил прожекторы? Да, наверное. Тогда это мы открыли огонь, если вы были первыми. По-моему, в нас попал снаряд с крейсера. Атланта первой попала в лучи ваших прожекторов, поэтому мы сразу прильнули к орудием и открыли огонь. Я уверен, что остальные корабли делали то же самое. Когда до конца экспедиции осталось три дня, команда Балларда снова спустила Скорпион. Два ветерана наблюдали с борта Лени Чойс, надеясь еще раз увидеть свои боевые корабли. Начинаем погружение. Погружается. Вот он, вот он, это он. Немного страшно, правда? Бояться тут нечего. Это ваш корабль. Посмотрите на повреждения. Это торпеда. Да. Она прошила корабль. Края отверстий такие неровные. Потрясающе. Узнаете что-нибудь? Переместитесь на четыре метра назад. Достаточно. Удерживайте это положение. Корабль прибыл на место, где сражались эти два человека, оживих и воспоминания о войне. на войне ты не думаешь сам. Ты думаешь, что там что-то абстрактное и тебе все равно, что это. Ты стреляешь и не думаешь о том, что происходит. Правда? Да. Тогда я был молод. Я не думал о будущем. Я тоже далеко не заглядывал. Смотрите, это поручни. Да. Балард и Шиньи смотрели на изображение эсминца. Это вполне мог быть Акацуки. Однако опознать его оказалось очень сложно. Эсминцы Аянами и Акацуки были практически одинаковыми и оба корабля затонули в одном бою. Одним из немногих отличительных признаков было название корабля, написанное на корпусе. Это А. Да. А. Это А? Да. Это А. Сохранился только первый иероглиф, а названия Акацуки и Аянама начинались с одной буквы. Но первые иероглифы одинаковые. Да. Название обоих кораблей начинается с одной буквы. Для Балларда и Шиньи название корабля так и останется загадкой. Зрелища людей, убивающих друг друга, нет равных. Дьявол внутри нас заставляет смотреть на это с удовольствием. однако никто не любит, когда это делают с ним. Я думал, что погибну. Я чувствую, что у меня есть наследие. Но достоин ли я жизни? Смогу ли я жить так, чтобы оправдать то, что случилось? Что случилось? После четырех месяцев боев американские пехотинцы передали отвоеванный остров армии. Матросы мало напоминали крепких молодых людей, высадившихся на берег. Униформа превратилась в лохмотье, люди были больны, истощены и измучены. Как и многие другие, они покинули Гуадалканул с воспоминаниями о том, что они видели и делали. С воспоминаниями, которые не сможет стереть даже время. Так, мы приближаемся. Сохраняйте это положение. Это нос. Во время экспедиции на Гуадалканул Боб Баллард обнаружил 14 кораблей и снял на пленку 12 из них. Еще 36 ждут, когда их найдут. Сдвиньтесь немного влево, посмотрим под другим углом. В конце путешествия Баллард опустил на дно мемориальную табличку в память о тех, кто погиб в проливе Айронботом. Все готово. Они сделали. Может показаться странным оставлять мемориальную доску на такой глубине. кто ее увидит. Но возможно это правильное место для нее. Потому что это их могила. Здесь они умерли и здесь останутся навсегда. Это где они всегда будут. если бы политики мира позволили бы решать тем кто выжил войн бы не было. Их просто этого не было. Я сижу здесь смотрю на море и представляю этих парней. Я рассказываю свою историю и слышу как они говорят расскажи как все было Берг расскажи им всю правду. Я стараюсь ребята. поэтому я и приехал сюда чтобы почтить вашу память. Вы всегда будете со мной. Я думаю о вас. Думаю о хороших временах которые у нас были. Я слютую вам. Я помню вас. Не знаю что еще сказать. Я не знаю что спец. Продюсер Роберт Кеннер Автор сценария Кейдж Клейнер Оператор Роберт Элф Стром Композитор Марк Адлер Фильм озвучен по заказу Первого канала Элф Элф Редактор субтитров А.Семкин